Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихар из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс. Ну что ж, сегодня в игре появился Торваган. Это шведский премиум танк 8 уровня, который внешне очень походит на концепт 1Б. У него такая же приплюснутая башня и, кстати говоря, так же как и у концепта, у него есть 10 градусов УВН. Поэтому я надеюсь на то, что этот танк будет имбовать, встав от башни. Что касается орудия, то я думаю вы и сами видите, что оно здесь особо ничем не выделяется на фоне одноклассников. Но единственное, что, наверное, можно отметить, это фугасный пробой в 68 мм. В остальном это обычная волына со средним уроном в 400 и перезарядкой в 12 секунд. Не забывайте оценивать это видео и можете даже попытаться вангануть в комментариях, будет ли этот танчик танковать от своей башни. Ну что, погнали! Ну что, гениальная карта для игры от башни. Тут можно поехать налево, можно поехать направо, но я лучше поеду налево. На направлении СТ, мне кажется, там как раз таки можно попытаться раскрыть тему с башней. Так, тут Дефендер МК. Пантера зачем-то упарывается. Я не знаю, зачем он так упарывается. На что он рассчитывал, непонятно. Но я упарываться, наверное, не буду. Хотя, судя по тому, что 2 ТТ справа, а здесь больше никто не светится, то... Ага, ни фиг не светится. Целая шобла-ебла подъехала после моих слов о том, что здесь никто не светится. Опачки, здравствуйте. Там еще и слева ВЗ. Слушай, как вы так вообще заехали сюда? А ну-ка, башенка. В триплекс мне куда-то хотел дать. Я даже не знаю, где тут 3, а вон он где. Но я не хочу, чтобы меня 252-й заезжал. Поэтому я подожмусь под Дефендера. Ой-ой-ой-ой. У вас там в корме гости, ребята. Ну да, я буду получать по себе барабашу. Фараон с барабаном приехал. Весь такой на барабанины. Я поеду, пожалуй, упарываться в фараона. Он сейчас барабан отдаст, уходит на КД. А там бодаться с 252-м и с остальной всей вот этой вот компашкой. Как-то неинтересно. Главное, блядь, чтобы мне сейчас хватило альфы минусануть этого фараошу. А, понял, понял, принял. Ну давайте заклинчуем его. Что такое, брат, башенка? А, понял. Интересно, куда он... Я думал, он кого-то там выцеливает другого. А он, оказывается, нашел какие-то уязвимости в моей плоской башне. Ну, вроде бы неплохо, да? В принципе, вроде бы неплохой бой. Стоковый КВ-4, бедолага. На растерзание толпы. Да, ну что, вот такое вот первое побоище. В принципе, неплохо. Карта Эллада. Можно на ней попытаться почудить от своей башенки. Сейчас самое главное, это быстро заехать в эту канаву. Занять там позиции более-менее адекватные. И потом уже выставляться, используя башню. Ис! Ты... Вот негодник, а. Сбил мне все тайминги. Вроде пока никого нет, странно. Если бы... О, во-во-во, Франк приехал. Ну, Франкенштанг это... Всегда желанный гость. Бля, неужели тут никого нет? Исушка должна где-то тут... Опа, опа. Блядь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, стой. Никуда не уезжай, Ис. Ис, братан. Хорошо. Но это я не башней танкую. Это я, походу, в НЛД танканул. Или ВЛД. Исятина. Исятина, никуда не уезжай. Ух ты, блядь. Хорошо, и альфа такая сочная прям вылетает. 430. Прям шикарно. Зверобой ёптал нашу АМХ-ину. Ну, поехали хлопнем, наверное, Иса. Хотя нет, опасно. Опасно туда продвигаться. Там... Там Исушка ждет меня. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это уже несерьезная история. Да вы за... Как вы меня в борт пробиваете под таким углом? Это пи***ть. Что у него в бортах там? Картон, пи***ть, вата? Стекловата или что? Ис-6, красавчик. Красавчик, хорош. Все, вам пи***ть. Вы за... Меня кошмарите. Спасибо, Ис-6, брательник. Спасибо тебе, родной. Стоять. Аху... Выстрел. Ну, бывает. Где наш Ягдпанзер? Почему он сидит, б***ь, на базе? Весь бой, б***ь, сидит на базе. Хорошо. Молодец, Ис. Просто умница. Опа. 10 градусов. Здравствуйте. Опа-опа-опа. Здорово, зайвал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я уже приехал, я считаю. Едем на центр, на мосты. Попробую там что-нибудь придумать. Тем более, что у них в команде есть стандарт, есть тайп. Я надеюсь, что мне будет с кем там повоевать. И также я надеюсь, что меня кто-нибудь прикроет. На СТ направлении уже начинается какой-то замесик. Сейчас я стану здесь решающей силой. А, нет, не стану. Все уехали. Все сразу же убрались отсюда подальше. Пацаны, неужели вам не интересно посмотреть на новый турнвагон? О, хорошо. Неужели никто не хочет подъехать поближе и жалом поводить в мою сторону? Давайте, не бойтесь. Не стесняйтесь, ребятки. Хорошо, 384. Пойдет. Пойдет, пойдет. Самого, самого энта интересно стало. Думать, блин, что ж там за турнвагон? Не, подожди, родной. Оп. Ну, 322. Ну, а лобки? Ну, смешно. Что? Что за альфа странная? Я заметил, у меня часто просто вылетает, поэтому я на альфу ругаюсь. Ну, типа, часто вылетает вот какой-то мизер. Там 320, 330. Все, отлично. Минус. Стандарт. Счет уже 3-2. Закатывать в них, не закатывать, я даже не знаю. Но, наверное, надо закатить. Там шотный СУ-130 и... На каток. Давай, родной. Хорошо. Шикарно. Шикарно. Хорош. Вообще отлично. Просто отлично разыграли здесь. У них остался Лёва и Т-77. Надо как-нибудь поскорее доехать до этого Т-77 или до Льва. Лёва Рак. Стой, 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 стой. 276. Блин. Ну... Поехали с Лёвой, поводаемся. Вообще, надо глянуть броню этого танчика, чтобы было понятно. Вообще, что он из себя в плане брони представляет. А то я надеюсь на его башню. Да, башни реально танкуют, судя по всему. Но вот в остальном непонятно. Борта мне, например, пробивают просто, по-моему, под любыми углами. Под даже под самыми дичайшими. О, 430, да ладно. Вот так этот танк выглядит в прицел Лёвы. Пипки по правую и левую часть башни не являются частью башни. Поэтому в них невозможно пробить. А так, что касается брони, то тут её, блин, реально... Если этот танк встаёт от башенки, то, как видите, пробить его практически невозможно. Конечно, из-за вытянутой формы башни её можно будет пробить в борт. В том случае, если она слегка отвернётся. Что касается всяких там лючков, то тут их нет. А в триплексы лично у меня почему-то урон не залетает. Поэтому на этой имбе желательно вставать в клинч. Что касается корпуса, то, к моему удивлению, броня тут вроде бы как есть. Поэтому я реально не понимаю, как некоторые волшебники умудрялись пробивать меня в борта под очень большими углами. Возможно, они как-то это делали через каточки. Потому что этот танк очень легко пробивается именно через передние катки под небольшим доворотом. В общем, с бронёй, я надеюсь, всё понятно. Поэтому поехали дальше. Интересная карта. Можно поехать направо и опять же использовать там свою башню. Вообще, да, я доеб***ся до этой башни, согласен. Прям в каждом бою хочу где-нибудь встать от башни. Ну а что делать, если здесь абсолютно картонный корпус и более-менее крепкая башня? Если, конечно же, смотреть её прямо на противника. Потому что, ну, я думаю, вы и сами знаете, сами всё видели. Чуть отвернёшь башенку и всё. В неё сразу же прилетит, ну, наверное, всё что угодно. Попробую понаглее играть. Хотя играем против девяток, лучше особо не выебаться. Но всё же... Ух ты, блядь, какой, какой ты! Смотри какой, а! Только я тебя прошу, не уезжай. Далеко не уезжай. Хорошо, еписюн! Ну, я от башни еду сюда встать. Не, ну от башни нормально. Там слева 53 ТП едет. Только хотел похвалить, что от башни можно вставать и можно прям чудить. Но 53 ТП меня в смысле сбил. Так, сильно не заезжай вот так. Правильно, смотри, тут пиздец какой выбор, по кому пострелять. Так что лучше в меня не стреляй, стреляй куда-нибудь там в других ребят. Хорошо, 407. Ёб, макарёк! А эти тут разошлись не на шутку, да? Ну, сейчас я вами займу. Сейчас папочка Торнваген вами займётся, ёб. Ну, уже хомяк на пиздец и катается. Блин, да что ж? Ваза! ЛТшка, зачем ты упоролась туда? Так, так, так. Надо воспользоваться этой заминкой. Ёб, рот! Пока они там немного завтыкали, я хотел пострелять. Но не тут-то было. Ситуация, конечно, интересная. У нас тут СТ-1 со стоковым хоботом. Ну, как со стоковым? Хобот от СА-3, в принципе, не имба, но въедет сможет. Правильно, пиздец назад, чтобы я тигра убил. Молодец, красавчик. Всё, поехали клинчевать этого. Хотя нет, там вафля где-то дежурит. Где-то там вафля катается. Я не знаю, может быть она сидит на базе, но если бы она сидела у себя на респовых кустах, то, наверное, бы... Наверное, наш СТ-1 уже получил бы по жопе. Поехали немножко с ней пообщаемся. Там ещё где-то из 5. Сорок четвёртого ранга. Это вам не шуточки. Из 5 на точке Б, да? Я так понял, катается. Ну, сейчас, подождите. Я сейчас от башни встану вафля. Мы с тобой пообщаемся. Вафля, я хочу от башни стоять. Сдай назад и... Ух ты, б***ь. Какой нехороший из 5. Какой с... Ловкий попался вафлевод. 460. Хорош, он без подбоя. Ну, поехали. Он там вроде бы как смотрит в СТ-1. Всё, это моя жертва. Я надеюсь. Ух ты, б***ь. Ух ты, б***ь. Как всё шикарно складывается для меня. Еб***ь, пена. Играем. Хорош. Фух. В общем-то, друзья. На мой взгляд, танчик получился достаточно неплохой. У него действительно есть очень крепкая башня. Да и в целом, в плане брони, вроде бы как у него с этим неплохо. Если ты любишь играть от башни, или тем более, если у тебя есть концепт, 1Б, который ты любишь, то этот трамвайчик зайдёт тебе на ура. Пиши, что думаешь насчёт нового трамвагна. Ну, а на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.